Здравствуйте, коллеги. Итак, дислепидемия у пожилых. Главный вопрос, как мы хорошо знаем, в реальной комиссии тактики лечить и не лечить. Я постараюсь дать несколько характеристик таким большим, по которым мы с вами можем судить, нужно ли когда и каким образом корректировать атеросклерозы у пациентов с этими метаболическими нарушениями, которые способствуют прогрессированию клинических проявлений атеросклероза. Итак, коллеги. Особенности проявления атеросклероза в пожилом возрасте характеризуются, как вы наверняка хорошо знаете, несколькими важными позициями. Первая из них – это мультипокальность атеросклероза. Второе – это полиморбидность такого пациента. Третье – чаще всего из-за обилия лекарственных препаратов, которым мы вынуждены лечить пациентов, частота и лекарственного поражения печени. Кроме того, неадекватные диетические привычки, концентрация внимания на тех видах пищи, которые пожилой пациент считает наиболее для себя подходящими, на самом деле они иногда, кроме вреда, ему ничего не приносят. И витаминозы. Кроме того, так называемый маргинальный комплайнс. То есть, когда человек считает, что ему надо, например, есть творог, он покупает самый дорогой жирный продукт, например, на рынке. Или употребляет нулевое количество, например, животного жира в виде сливочного масла, которое, в общем-то, для пациентов в небольших, так называемых, санаторских дозах, в общем-то, иногда и полезно для, например, правильного осуществления функций печени, головного мозга и так далее. Главное для нас, в нашей стране, еще и то, что средний возраст пациентов с клиническими проявлениями атеросклероза в Европе и в России, как части этого континента, различается. Взгляните, пожалуйста, в России более молодыми являются пациенты с проявлениями атеросклероза, которые все равно входят в группу пожилого возраста. Но где-то в среднем 65-66 лет, вот средний возраст наших пациентов, которые страдают от, например, ишемической болезни сердца, гипертонической болезни сердца, мозговых проявлений атеросклероза и так далее. Но по сравнению с другими странами, конечно, это заметная разница. Это тоже надо иметь в виду, когда мы обозначиваем возраст, при котором следует или не следует пациентам коррегировать уровень холестерина. Особенности самой дислепидемии пожилого возраста тоже имеют место. Дело в том, что ведущим предиктором так называемой ишемической болезни сердца у пожилых является не столько даже липопротеиды низкой плотности, которые являются целью лечения, но чаще всего это низкий уровень антиатерогенного липопротеина высокой плотности. Кроме того, у наших пациентов пожилого возраста, конечно, нередко проявляется гипотереидизм, который способствует возникновению вторичной дислепидемии и имеет место умеренное повышение триглицеридов, которое иногда, кстати, может сочетаться и с высоким антиатерогенным липопротеином высокой плотности, поэтому вариации содержания вот именно этого липопротеина у пожилых людей довольно серьезные. Кроме того, очень часто есть некоторые заблуждения у наших коллег о том, что риск дислепидемии у пациентов пожилого возраста снижен. Но надо сказать, что да, на фоне других заболеваний, конечно, проявление атерогенной дислепидемии, может быть, имеет и меньший удельный вес, но это касается только относительного риска, а вот абсолютный риск, персональный риск и так называемый атрибутивный, то есть свойственный именно этой группе пациентов, он только повышается. Вот посмотрите, пожалуйста, гендерные и возрастные различия в течение жизни по нашим исследованиям четырехлетней давности у пациентов в европейской части России. Взгляните, пожалуйста, как сильно меняются показатели общего холестерина и холестерина липопротеина высокой плотности и низкой плотности у пациентов в течение возраста. Да, пики приходится где-то на 40-50 лет. Затем идет снижение, в общем-то, общего холестерина и у мужчин и женщин, у мужчин даже это опережающе имеет значение. Тлегрицериды у мужчин повышаются в возрасте 30-40-45 лет, а вот холестерина липопротеина в низкой плотности у женщин пожилого возраста опережают мужские цифры. Вот в чем дело. Кроме того, интересно, у пациентов очень пожилого, старческого возраста, у долгожителей уровень антиатерогенного липопротеина высокой плотности возрастает. Но возрастает это в основном в связи с тем, что эта группа пациентов выживает с большей частотой, поэтому вот у них как раз такие хорошие показатели липопротеинов высокой плотности. И вот чтобы получить значение риска развития ишемической болезни сердца, поскорее скорой 1, которая до сих пор используется в нашей стране, и пока ей на смену еще не пришла, таблица скорой 2, мы можем сейчас определять, если речь идет о первичной профилактике, риски у пациентов от 70 лет до 45, вот в этом промежутке. То есть 70-летние пациенты сейчас уже, в отличие от предыдущих версий таблицы скорой, могут очень хорошо диагностироваться с точки зрения первичной профилактики. И чтобы получить значение риска развития ЭБС по этой шкале, нужно просто полученный показатель фатального исхода умножить натрий у мужчин на 4 у женщин в процентах. Это довольно удобная позиция. Кроме того, и цифры холестерина более жесткие стали для определения риска. Видите, мы считаем уже высоким уровнем, даже где-то 7 и выше. То есть у курящего мужчины там 70 лет, ну практически риски максимальные, видите, максимальные. Ну вот перейду коротко к рекомендациям по лечению дислепидемии пациентов пожилого возраста. 2020 года мы собираемся в них вносить некоторые коррективы только в следующем году, в конце этого года. Ну, посмотрите, пожалуйста. Есть рекомендации, например, с точки зрения терапии с татинами, рекомендовано не претерпеть изменения по сравнению с более молодыми пациентами. Да, терапия с татинами рекомендована для первичной профилактики. Подчеркну, для первичной профилактики, если нет сердечно-сосудистого заболевания, в соответствии, конечно, с категорией риска, лицам младше 75 лет. Но я об этом обязательно еще пару слов скажу и остановлюсь на этой проблеме. Можно рассматривать терапию с татинами у лиц старше 75 лет при наличии высокого или очень высокого риска. Ну, я бы сказал, не только можно, но и, в общем-то, необходимо. У пациентов рекомендуется действительно начинать терапию с малых доз, то есть тетрование, которое мы не рекомендуем у других пациентов, здесь как раз вполне можно применять, особенно если имеет место достаточно значимое поражение функций почек, лекарственное взаимодействие, ну, а затем увеличивать дозу статина до целевых показателей. Я, честно говоря, должен признаться, что вот те результаты больших клинических исследований, которые у нас широко в ходу с точки зрения интерпретации клинической значимости гиполитмической терапии, они показывают одну очень важную особенность. Дело в том, что большую часть конечных так называемых точек в этих исследованиях статинов как раз нам приносят включенные пациенты старше 60 лет. Вот посмотрите, инфаркт, инсульт, другие сердечно-сосудистые заболевания, госпитализации, пациенты старше 60 лет в исследованиях статинов вносят наибольший вклад. Поэтому здесь мы вполне можем верить этим исследованиям. Но, и вот здесь очень важная позиция. Коллеги, оказывается, это тренд последних буквально нескольких лет, что монотерапия статинами практически неэффективна с точки зрения достижения целевых значений липопротеинов низкой плотности, если исходные показатели липопротеинов низкой плотности находятся в пределах от 6 до 4,5 мм на литр. И независимо от цели, например, 1,4 для очень высокого риска, напомню, 1,8 для высокого риска, ну и 2,5 просто там для пациента с выраженными факторами риска в качестве первичной профилактики. Так вот, вот это розовым выделено на данном слайде зона недосягаемости монотерапии статинами. Что это значит? Это значит, что появляются показания для комбинированной гиполепидемической терапии. Какие показания? В первую очередь, конечно, недостаточный эффект монотерапии, серьезная смешанная дислепидемия, побочные эффекты, они обычно проявляются на высоких дозах статинов, поэтому снизить дозу статина и добавить туда второй препарат достаточно эффективно с точки зрения предотвращения побочных эффектов. И низкая приверженность терапии. Иногда пациент говорит, нет, не хочу большие дозировки принимать, я боюсь, какие-то виртуальные совершенно риски часто подчеркнутые из интернета беспокоят наших пациентов, поэтому мы можем тоже здесь идти навстречу и давать более низкие дозы статинов. С чем? В первую очередь, конечно, с изотемибом. Вот мы у пациентов нестарческого возраста можем здесь всегда отказываться от тетрования, а у пожилых мы вынуждены с точки зрения безопасности терапии предотвращения побочных эффектов, начиная с малых дозировок. Но если мы добавляем к минимальной дозировке статина, еще и затемиб, то нам фактически и тетрования не нужно применять в этом случае. Сразу дозировка минимальная статина, смотрим на первый эффект, там через 8 недель, добавляем изотемиб. А можем мы сразу начинать, но у пациентов, конечно, более младшего возраста. Итак, обоснование для комбинированной терапии изотемиб просто и статин. Вот посмотрите, пожалуйста, чем это аргументируется. Первое. Вот исследование ProofIt. Известное исследование показало, метаанализ этого исследования продемонстрировал, что у пациентов старше 65 лет снижение рисков при комбинации изотемиб плюс статин лучше даже, чем у пациентов младшей возрастной группы. Второе. Это аргументация заключения нашего российского Совета экспертов, которое, опубликовано это было в позапрошлом году уже, утверждает, что добавление изотемиба в дозе 10 мг в сутки терапии с статинами может быть, во-первых, рекомендовано большинству пациентов высокого, очень высокого риска, если не достигнуты целевые значения при оптимальных дозировках статинов. Но что интересно, немедленное назначение комбинации терапии статин изотемиб, например, у пациентов с темейной гиперпристалемией, а у пожилых пациентов она бывает, и даже бывает впервые выявлена иногда, тоже можно это применять. Особенно важным явился результат мета-анализа вот этого исследования Improfit, которое показало, посмотрите, пожалуйста, коллеги, что если до 70 лет разница между эффективностью терапии моно статинами и в комбинации с изотемибом фактически нет по отношениям риска по комбинированной конечной точке, то есть инфаркт, инсульт, транзиторная шевическая атака, нестабильность ингазии и так далее, то после 70 лет разница в пользу комбинации статин плюс изотемиб абсолютно достоверна. Особенно вот у пациентов 75-80 старше лет. это, правда, результаты метаанализа, которые на этом слайде суммированы по всем возрастным группам, и вы здесь видите, что наибольшая разница между монотерапией и комбинацией именно у пациентов старше 75 лет, что продемонстрировано было и на безопасности этой терапии. оказалось, что при достижении тех же эффектов, например, на максимальной дозировке, двойной дозировке аторва статина, по сравнению с комбинацией 10 мг аторва и 10 мг изотемиба достигаются и целевые значения, и снижаются так называемые большие сосудистые события, как вы видите на этом слайде. Но что самое интересное, эта комбинация и более приемлема с точки зрения безопасности терапии, как вы видите, хоть и небольшая, но довольно статистически достоверная разница, например, по повышению печеночных ферментов и креатин фосфокиназы, как показатели мышечных нарушений миопатии, миалгии, ну, я уж не говорю о равномиолизе. Видите, разница абсолютно достоверная. Пользу комбинации минимальной дозировки аторвостатина плюс 10 мг изотемиба. Вот все, что касается лечения пожилых пациентов, поэтому этот я предлагаю вам зафиксировать в своей памяти, который поможет вам, может быть, в дальнейшем при выгоде терапии для пациентов пожилого и старческого возраста. И продолжением вот этой линии исследований явилось специальное исследование Utopia 75, которое уже не на базе мета-анализа, как в импрофит, а на реальных исследованиях с фиксированными конечными целями исследования изучения пациентов 75 лет и старше, 5 лет шло это исследование с 2014 года, опубликованы данные, как вы видите, в 2019 году, показало, что у пациентов пожилого и старческого возраста не только эффективность комбинированной терапии изотеми плюс статин значительно превышает эффективность монотерапии статинами, но что самое главное, и так называемые первичные конечные точки, то есть большие сосудистые события, тоже значительно достоверно снижаются на комбинированной терапии 10 мг изотеми плюс статин в течение 5 лет. Это исследование стало центральным в утверждении тех позиций, с которых мы начинали сегодняшнюю нашу встречу. Кроме того, коллеги, я хотел бы сказать, это актуально не только в России, для многих европейских стран, а может быть для европейских и в большей степени, для пожилых пациентов стоимость гипотерапии она ведь влияет и на приверженность, то есть на длительность приема препаратов. И вот взгляните, пожалуйста, на этом слайде условных рублях, потому что информация получена из иностранных источников, она была выражена в долларах. Но вот на тот год, когда я это подсчитывал несколько лет назад, оказалось, что меньше всего задерживается на гипотерапии пациенты, которым приходится платить большую сумму за месячное лечение средним гиполепеническими препаратами. И оптимальная дозировка на тот год являлась 10 долларов в среднем в месяц. Но сейчас мы вернулись к этим курсам, поэтому актуальность информации, которую я представил на этом слайде, она только усилилась. А для пожилых пациентов, конечно, и по объективным, и по субъективным причинам стоимость препарата очень важный фактор. Поэтому два года назад консенсус экспертов Российской Ассоциации геронтологов и гериатров присоединилась вместе с Национальным Обществом атеросклероза, Российским Кардиологическим Обществом, Ассоциацией клинических фармакологов, позиции, о которых я говорил в предыдущей части своего выступления. Тоже опубликовано в журнале кардиологии, можете посмотреть полностью текст этого экспертного заключения. То есть рекомендации фактически совпадают с теми, которые я постарался вам изложить в предыдущей части свое выступление. И главное здесь выделено красным шрицем следующее. Смотрите, следует рассмотреть использование статинотерапии низкой и умеренной интенсивности, а также комбинации низких доз статина с азотемимом для снижения уровня холестерина липопротеидов низкой плотности на 30% от исходного ввиду вероятности трудно распознаваемой непереностивости статинов у пациентов пожилого возраста. Поэтому особенности лечения пожилых пациентов они суммированы в этом консенсусе. Но коллеги у комбинации препаратов также как и при лечении гипотомической болезни при всех позитивных характеристиках есть один серьезный недостаток увеличение количества таблеток. Вот вы видите на этом слайде показано что от кратности приема то есть от количества таблеток сильно зависит приверженность и она снижается практически двое если это 4 таблетки по сравнению с одной таблеткой где 80% стандартная приверженность к лечению которая гарантирует эффективность лечения и вот здесь конечно выход найденный фармакологами фармацевтической промышленностью он конечно такой же как и при гипотензинной терапии фиксированной дозировки препарата в одной таблетке изотемиб и статин в данном случае речь идет о первой комбинации розового статина изотемиба в Европе и в России это розолиб плюс 10 и 20 миллиграмм розового статина эффективного статина на характеристиках которых я которые я сегодня просто не останавливался не только ввиду ограниченности времени но и следуя представлением о том что вы хорошо знакомы с розового статином а вот фиксированная в одной капсуле комбинация розового статина и изотемиба позволяет реализовывать те подходы в лечении гиполитической терапии у пожилых пациентов о которых шла речь выше если же коллеги в силу определенных обстоятельств и ваших собственных предпочтений вы считаете что надо отдельно подбирать дозировки статина и изотемиба то вам предлагается тоже новый изотемиб рипобон который в виде монотерапии может добавляться и крайне подобранной монотерапии статинами уважаемые коллеги вот это все чем я хотел с вами сегодня поделиться надеюсь что та информация которую вы услышали будет для вас небесполезной спасибо за внимание спасибо спасибо